Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по публикации в СМИ о нападении безнадзорных собак на малолетнюю девочку. Это произошло 25 января в Благовещенске возле 22-й школы. В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка действием или бездействию органов местного самоуправления по обеспечению безопасности населения. По результатам будет принято процессуальное решение. Вопрос строительства приютов для бездомных животных обсудил на заседании правительства губернатор при Амуре Василий Орлов. Было отмечено, что из областного бюджета выделяются средства. На обустройство межмуниципального приюта в Шимановске обсуждается возведение еще нескольких таких объектов. Глава региона предложил усилить работу в этом направлении. Областные власти вместе с главами вырабатывают комплекс мероприятий по урегулированию численности бездомных животных. О результатах поручено доложить через две недели на заседании правительства. Готовы принять 300 пациентов одновременно. Амурские медики Благовещенского госпиталя, которые развернут на базе детской городской больницы, ожидают увеличения численности больных COVID-19. В настоящее время лечение там проходят 104 зараженных. Вот этот пациент у нас, он у нас не вакцинирован, да? То есть течение заболевания было в средней степени, оно как бы есть, но он находился у нас на низкопоточном кислороде определенном, потому что было снижение сатурации. Вот, динамика положительная, да? Самочувствие у вас уже улучшилось. Лечебное учреждение было перепрофилировано под ковидный инфекционный госпиталь на 250 коек в марте 2020 года. С августа по декабрь 2020 терапию здесь одновременно проходили до 285 человек. 50% у нас лежит пациентов, это 60 плюс из всего количества пациентов. Детки у нас также находились на лечении. Самый маленький пациент это один месяц ребеночку было и, в принципе, до подросткового возраста. Инфекционный госпиталь рассчитан на пациентов с легкой и средней степенью тяжести течения COVID-19 без пневмонии. Это больные, которым необходима изоляция. Всего за два года в госпитале было пролечено почти 6,5 тысяч человек. За жизнь и здоровье больных коронавирусом борются более 100 человек. Врачи, медсестры, санитарки. Двое человек погибли, еще двое госпитализировано. 26 января примерно в 00.40 минут в Ивановском округе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, на дороге столкнулись две иномарки. Обстоятельства произошедшего выясняются. Более 6,5 лет лишения свободы в колонне строгого режима. Такое наказание получил житель Тамбовского района. 18-летнего мурчанина осудили за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Задержание произошло во время продажи гашишного масла в рамках оперативного эксперимента. Из незаконного оборота изъято 400 разовых доз наркотического средства. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин